всем привет друзья хочу вам рассказать историю самое главное что я хочу до вас донести это то что учите язык учите турецкий язык если вы собрались в турцию потому что очень трудно будет без знания языка много чего столкнулись с большим количеством трудностей даже зная даже я знаю язык часто сталкиваюсь с большими трудностями особенно в каких-то госучреждениях на почте в банке потому что я знаю язык такой как сказать не совсем прям официальный турецкий язык я знаю такой уличный скажем так повседневный язык обычные слова поэтому обязательно старайтесь учить язык без знания языка вам будет очень сложно кстати когда мы снимали квартиру нам тоже помогала девушка одна снять эту квартиру она разговаривала с риэлтором и разговаривала с собственником квартиры то есть ну чтобы вообще не было никак чтобы мы знали все нюансы потому что некоторые носили нам помочь некоторые вот такие официальные так скажем слова мы не мы не знали не понимали уже прошло почти сколько полтора месяца прошло два месяца уже с этим проблем уже не осталось достаточно на хорошем уровне знаем знаю язык и все тоже уже подтянула по крайней мере уже банк могу прийти без проблем решить все свои вопросы расскажу тебе историю как я сегодня помог одному мужскому мужику на почте сегодня с утра поехал на почту птт там по делам в общем потур оплатить и в общем оплатил стою в очереди уже хотел уйти смотрю один мужик там на кассе что-то вот так пытается объяснить на пальце короче как-то краем уха услышал вроде как что-то он на русском сказал мне как-то показалось это типа хорошо сказал или что и ну и видно что не могут понять и он уже разочарованный пытается уже уходит выходит с птт а я такой тоже иду и я такое на английском сначала нам не знаешь может он не русский может он англичанин ничего такого с виду такой высокий мужчина его кстати юрий звать высокий такой может даже на англичанина немножко был похож такой светлый его спрошу на английском типа этот вы откуда вы хорошо я тоже из россии я знаю турецкий язык может давать я вам как-то помогу переведу то что вы хотите сказать он он мне объяснил ситуацию что он пошел там там утп птт решил снять деньги дождался своей очереди из чего-то они долго возились эти с этим деньгами он говорит а мне уже надо было идти я ушел оттуда я сказал им типа не надо я не буду деньги брать аннулируйте типа прихожу сюда а мне здесь говорят что нет денег типа ну типа перевода нет вообще денег нет в системе они видят но мне так сказал я подошел к этой девушки которые там с ним общалась объяснил ситуацию говорю нет денег чуток она говорит хорошо дайте мне вот этот код отправки секретный код в общем показывает этот код она вбивает и говорит что есть деньги но он отправлял в долларах а долларов на данный момент у них в этом птт нету она сказал что долларов нет а он подумал что нет вообще этого перевода не существует типа типа аннулирован или еще что вот я ему объяснил что нет долларов если вы хотите они могут вам выдать в лирах он говорит да я с удовольствием возьму и прямую в лирах без разницы а там суммы были совсем там 15 долларов 1 и 5 долларов другая фатура в итоге они согласились я им помог в общем потом я говорю мы в общем с блогера и на ютубе снимаюсь написал ему окей тюркий название нашего этого канала узнал как его зовут юрий если вы смотрите привет так вот познакомились так ну в общем я не смог пройти мимо наших соотечественников которые в беде я вижу что он был очень сильно расстроенный что вот не смог то есть пусинный такой взгляд был уже собирался заходить ну в общем помог а еще мне попросил позвонить банк взиратбанк у него карты заблокированы но я так и не смог дозвониться да у них там блин как у нас в россии очень долго в общем пока дойдешь до оператор там кнопочки нажимаешь там у них еще сложнее них наверно в три раза сложнее чем у нас в российских банках я в итоге не смог дозвониться но я им сказал если вы пойдете в банк можете вот там в описании нашего канала есть наш ватсап можете мне туда позвонить и я попытаюсь вам помочь объяснить ситуацию банки ну банки работайте ну и вообще любые вопросы будут можете звонить стараюсь помочь переводчиком помощником старался помочь и человеку было приятно молодец такая вот история друзья наконец-то пришла моя карта и шпанкасса сейчас откроем посмотрим карточка увидели номер увидели дату кому не жалко отправлять сюда деньги леры доллара евро все есть как и кейс